Доброе утро, уважаемые коллеги на удаленных площадках. Мы приветствуем вас на нашей сегодняшней видеоконференции. Сегодня мы испытали определенные технические сложности. Нам придется координировать участие разных площадок. У нас присутствует площадка в Амстердаме. Нам пришлось несколько каналов одновременно наладить. Поэтому, если что-то пойдет не так, если технологии начнут отказывать, пожалуйста, потерпите. Итак, я сейчас попрошу все площадки проверить наличие каналов связи, как мы обычно делаем. Ереван, вы нас слышите? Видите нас? Добрый день, коллеги. Мы вас видим и слышим. Хорошо. Все у нас. Спасибо. Большое спасибо, Ереван. Мы тоже вас и видим, и прекрасно слышим. Беларусь. Нас видно? Нас слышно? Добрый день, Беларусь. Да, мы вас хорошо и видим и слышим. Большое спасибо. Мы вас тоже видим и прекрасно слышим. Казахстан, видите нас? Слышите? Казахстан, Казахстан, пожалуйста, ответьте. Нас слышно? Нас видно? Мы видим Астану, мы видим изображение, но мы не слышим звук. От вас не проходит звук почему-то. Ну, пока Астана налаживает аудиоканал, мы идем дальше. Кыргызстан. Кыргызстан, будьте любезны, ответьте. Нас видно? Нас слышно? Спасибо. Спасибо. А, вот теперь пошел звук из Астаны. Здравствуйте. Слышно меня? Да, да, мы вас теперь слышим. Я тоже вас видим и слышим. Астана, и Астана видит Москву, и Москва видит Астану. Прекрасно. Спасибо. Так, мы вас тоже видим, я так понимаю, это Кыргызстан. Нас слышно? Кыргызстан. Вас видно, слышно. Мы вас видим и слышим. Хорошо, теперь мы можем видеть вас, и мы слышим вас. Спасибо, Кыргызстан. Будьте любезны, отключите ваш микрофон на время. Молдова. Нас слышно, нас видно. Молдова. Кыргызстан, будьте любезны, микрофон отключите. Спасибо. Молдова. Молдова, нас видно, нас слышно. Да, похоже, у нас нет связи с Молдовой. Идем дальше. Таджикистан. Душанбе. Вы нас видите, слышите? Здравствуйте. Мы вас видим и слышим. Прекрасно. Превосходно. Идем дальше. Украина. Добрый день. Видим вас и слышим хорошо. Превосходно. Спасибо большое. Узбекистан. И Узбекистан. Узбекистан, будьте любезны, вы нас видите, слышите? Добрый день, уважаемые коллеги. Я вас слышу и вижу. Большое спасибо, Узбекистан. Ну, а теперь давайте еще раз проверим канал с Молдовой, Кишинев. Вы нас слышите, видите? Нет. Похоже, нет у нас связи с Молдовой. Ну, хорошо. Еще раз приветствую вас, коллеги, на нашей мартовской встрече. Сегодня мы будем говорить о том, как можно содействовать интеграции мигрантов в предпринимательскую деятельность. Перед нами сегодня выступит профессор Ян Нисен. Профессор Нисен присоединится к нам по видеоканалу из Амстердама, если я все правильно помню. И он представит нашему вниманию часть своей работы, которой он занимается в рамках проекта Daily. Это проект, который имеет дело с учетом разнообразия в интересах местной интеграции. Профессор представляет независимую аналитическую структуру Migration Policy Group. Эта структура нам уже известна. Ее представители участвовали в предыдущих наших видеоконференциях. Они представляли индекс MyPEX в прошлом году. Ну и теперь, чтобы не тратить больше времени, я хотел бы предоставить слово профессору Нисену. Пожалуйста. Профессор, прошу вас, Морроти, начинать. Ну что ж, прежде всего, я хотел бы всех вас поприветствовать, коллеги. Приветствую все площадки, которые участвуют в нашей сегодняшней встрече. Как уже отметил наш ведущий, я нахожусь в Амстердаме. И я работаю в проекте, который реализуется под эгидой Совета Европы. Этот проект имеет название Daily. Это сокращение по первым буквам английских слов. Разнообразие в экономике и местная интеграция. Всемирный банк попросил меня вкратце познакомить вас, коллеги, с тем, чем мы в рамках этого проекта занимаемся. И я очень рад этой возможности. Я очень признателен за то, что мою презентацию уже перевели на русский язык, поэтому будет проще следить за материалом по ходу моего выступления. Итак, собственно, вы сможете ознакомиться с более подробным описанием проекта после нашей встречи в удобное для вас время. И я впоследствии с удовольствием отвечу на вопросы, если таковые у вас возникнут по итогам нашей встречи. Итак, какая цель стоит сегодня перед нами, применительно к этому проекту, проекту Daily? В рамках проекта оказывается содействие и поддержка иммигрантам, когда они открывают свой малый бизнес. И для того, чтобы они смогли это сделать, мы содействуем формированию государственно-частных партнерств. Мы разрабатываем стандарты управления качеством, которые применяются при поддержке вот таких стартапов, формируемых иммигрантами. Мы вовлекаем в работу различные заинтересованные стороны, и благодаря этому мы стараемся избежать дублирования наших усилий. Поэтому мы стараемся привлечь к работе как можно более широкий спектр заинтересованных сторон. И прежде чем мы приступаем к этой работе, нам для начала нужно определиться, кто за что отвечает в рамках такой инициативы. Это то, что мы называем процесс самооценки. Кроме того, мы полагаем, что очень важно при участии в этом проекте формировать и реализовать на практике стратегию коммуникации и связи, для того, чтобы привлекать к работе максимальное количество заинтересованных сторон. Итак, работа с предпринимателями-иммигрантами и с субъектами малого бизнеса означает, что нам необходимо связать их с остальными действующими лицами в экономике. Мы полагаем, что благодаря вовлечению их в экономические процессы мы сможем обеспечить их интеграцию в соответствующее общество. Для того, чтобы помочь всем партнерам, участвующим в этой работе, эффективно осуществлять свою деятельность, мы разрабатываем стандарты. И я поговорю о этих стандартах чуть подробнее, чуть позже, но пока хочу подчеркнуть, что эти стандарты необходимо рассматривать в качестве своего рода справочника. Они показывают, что нужно делать и чего делать не нужно. Итак, мы работаем по этому направлению и, как я уже сказал, стараемся объединить усилия различных заинтересованных сторон. Причем мы стараемся привлекать партнеров из разных стран для того, чтобы учиться на опыте других и использовать передовую практику. Мы пришли к выводу, что имеется пять направлений, которые важны при работе в рамках такого рода инициатив. Я их перечислю. Собственно, они представлены на экране на одном из слайдов. Очень кратко перечислю эти направления, а потом подробнее остановлюсь на каждом из них. Первое направление заключается вот в чем. Выполняя какую-либо работу, вам сначала необходимо сформировать некую политику или подход. Вы должны понимать, что именно вы собираетесь делать. Во-вторых, когда вы уяснили, что вы собираетесь делать, вам необходимо предпринять целый спектр различных мер, обеспечивающих поддержку предпринимателям, так, чтобы они формировали необходимые навыки, так, чтобы эти предприниматели могли работать более эффективно и результативно. Далее, в-третьих, мы анализируем, каким образом предприниматели-иммигранты могли бы интуироваться в национальные системы или сети предпринимательства. В-четвертых, мы анализируем, каким образом обеспечить предпринимателям-иммигрантам доступ к финансовым ресурсам. И, наконец, последнее по порядку, но не по значению. Это анализ, посредством которого мы пытаемся понять, как можно было бы привлекать предпринимателей-иммигрантов к проведению всевозможных закупок и тендеров так, чтобы решить задачу по социально-экономической их интеграции. Ну что ж, давайте рассмотрим первое направление, а именно поговорим о той политике, которую нам требуется сформировать. Чрезвычайно важно, чтобы при осуществлении этой работы вы начали бы процесс взаимодействия, с общения с представителями самих иммигрантов. Очень важно вовлечь в такого рода диалог те департаменты, те структуры государственные, которые отвечают, в частности, за развитие предпринимательства. Вы сводите эти заинтересованные стороны вместе и пытаетесь вместе с ними понять, какой ход работы был бы оптимальным и давал бы максимальный результат. Столь же важно собрать максимальную информацию о том, какова численность предпринимателей-иммигрантов, в каких областях они ведут свою работу, чем они занимаются, каков размер их бизнеса и кто является потребителями их услуг или товаров. Итак, если вы соберете за столом представителей всех заинтересованных сторон, то можно приступать к определению целей и задач. Вы можете начинать обсуждать, что именно вы хотите достичь. Далее очень важно осуществлять мониторинг и контроль за ходом достижения этих целей. Как я уже сказал, очень важно наладить коммуникационную стратегию так, чтобы иметь возможность выходить на иммигрантское сообщество и общаться с ним. Дело в том, что это помогает уяснить тот факт, что иммигранты зачастую приносят очень существенный вклад в экономику той страны или региона, где они ведут свою деятельность. Более того, наличие такой коммуникационной стратегии позволяет избавиться от определенной предвзятости в отношении иммигрантов-предпринимателей. Давайте перейдем к рассмотрению второго направления. А именно, как мы должны заниматься работой по развитию квалификации иммигрантов? Ну, конечно, и иммигранты-приприниматели, и национальные предприниматели, возможно, у них одни и те же проблемы или очень близкие проблемы. Поэтому очень важно создать некую инвентаризацию, составить всех тех проблем, которые их волнуют. И, наверное, важно перечислить все то, чем они уже обладают, и чем обладает страна, с тем, чтобы помочь преодолению уже имеющихся проблем. И в этом моменте становится совершенно ясно, что именно надо сделать для того, чтобы решить какие-то очень специфические проблемы, которые возникают перед предпринимателями и иммигрантами. Потому что, возможно, у них есть те проблемы, которых нет у тех предпринимателей, которые существуют в этой стране. Например, допустим, те же разрешения на работу, как правило, разрешения на то, чтобы открыть бизнес, они сложнее добываются иммигрантами, чем национальные предприниматели. Кроме того, нередко бывает особенно сложно женщинам-припринимателям, которые являются к тому же и иммигрантами. То есть, есть целый ряд проблем, совершенно специфичных для этого сообщества, и очень важно понять, что надо сделать для того, чтобы эти проблемы решать. Да, мы слышим. Да, мы слышим. В какой-то момент я не услышал перевода и думал, что вы меня не слышите. Итак, когда вы уже подготовили полный перечень проблем, с которыми сталкиваются иммигранты, вы можете увидеть сразу же, наметить какие-то совершенно аспитические меры, которые надо предпринять для того, чтобы помочь в решении этих проблем. Перейдем к третьему пункту, которым надо заниматься для того, чтобы решать все эти меры. Именно, вы понимаете, что для каждого бизнесмена, для каждой женщины, занимающейся предпринимательством, необходимо помнить о том, что надо иметь связи с другими бизнесами, с другими предприятиями. Это абсолютно жизненно важно для выживания любого бизнеса. Я просто продолжаю, потому что я не слышу интерпретацию больше. Один секунду. Да, интерпретторы... Симплутанными. Симплутанными. Они очень хороши. Окей. Окей, извините. Окей. Итак, вот, будучи на связи, любой бизнес лучше решается и проблема. Поэтому для них это так важно, быть на связи. И мы знаем, что у иммигрантов особые проблемы в этом отношении, потому что они ведь приходят в уже существующие сети. И там пока они не участвовали в их становлении, и для них сложно встроиться в эти существующие сети. Поэтому очень важно, чтобы все существующие сети организации знали об их присутствии, что есть предприниматели иммигранты на этом рынке. И очень важно для всех этих организаций открыться и привлечь новых членов в свои ряды из рядов иммигрантов, предпринимателей. То есть такие организации должны стать очень открытыми, инклюзивными, включающими новых членов в свою жизнь. Кроме того, что еще важно сделать? Абсолютно во всех городах, где мы работаем, мы создаем... Именно по этой причине создаем специальные платформы для работы, где самые разные предприниматели, как национальные, так и иммигранты, могут встречаться, обмениваться идеями, смотреть, какие именно есть новые возможности для открытия новых бизнесов или для их расширения их бизнеса. И, собственно, учиться друг у друга, и они могут для себя понять, каких именно компетенций, навыков, умений им может не хватать, и чему они могут научиться друг у друга. И пусть даже они конкуренты, тем не менее, у них у всех есть общий интерес, улучшение бизнес-климата для того, чтобы бизнес мог лучше, легче, проще развиваться. Теперь, если я перейду к следующему, четвертому пункту, а именно это вопрос доступности финансирования, Мы все знаем, что начать свой бизнес требует от владельца, будь это мужчины или женщины, наличие денег, свободных денег для того, чтобы можно было начать этот бизнес. И довольно часто, когда вы начинаете маленький бизнес, то деньги, собственно, вы получаете от родственников, от друзей. Иногда у людей есть какой-то небольшой начальный капитал для того, чтобы можно было начать свое небольшое дело. Но, как только бизнес начинает расти, то понятно, что ведь только для малого бизнеса существует очень маленькая ниша на рынке. А когда он начинает развиваться, то и необходимо больше денег. И мы знаем из опыта, что как только такой бизнес вращается в банки, нередко не могут получить в банках соответствующих кредитов, финансированные для своего развития. И выясняется, что достаточно для иммигрантов эта ситуация еще более сложная. То есть им еще труднее получить доступ к финансированию. И нередко это именно и останавливает дальнейшее развитие их бизнеса. Да и, собственно говоря, и выживаемость бизнеса под вопросом в связи с тем, что нет доступа к финансированию. Поэтому, когда мы начали наш проект, мы разговаривали с банками, которые посещали те платформы, что мы создавали. Мы начали разговаривать с представителями банков и спрашивать их, какого типа помощи они могут предоставить иммигрантам, предпринимателям. То есть от микрокредитов до, допустим, каких-то специальных пониженных ставок кредитования, может быть, другие формы поддержки иммигрантов, предпринимателей. То иногда банки сообщали нам, что они говорят, допустим, если какой-то банк уже поработал с какими-то иммигрантами, предпринимателям, то они могут поработать с такими иммигрантами и сообщить им специально, какие именно условия они должны выполнить для того, чтобы получить право на поддержку банка. И нередко даже такая помощь оказывается вполне достаточно для того, чтобы сами иммигранты поняли, что важно для них сделать. То есть надо понимать, что чем больше предпринимателей, тем лучше развивается местная экономика. И многие банки это осознают и готовы пойти на дополнительную помощь. Но немножко пятый пункт по поводу того, что мы еще пытаемся сделать в смысле развития малого и среднего предпринимательства со стороны иммигрантов. Итак, мы понимаем, что если вы хотите поддержать предпринимателей иммигрантов, чтобы они стали, чтобы они были более стабильны, более надежны, чтобы этот бизнес стабильно рос и действительно стал сильным, действительно мог сам обеспечивать рост за счет собственных ресурсов, то очень важно, чтобы такой бизнес имел возможность встроиться в местную и национальную экономику. То есть мы хотим от чего уйти, чтобы не получилось, что иммигрантские предприятия, а служат лишь очень небольшую нишу, небольшой как бы сегмент рынка. Мы считаем, чтобы эти сообщества иммигрантов, в том числе и бизнесмены, в том числе предприниматели, они участвовали в самых разных проектах, скажем, в предоставлении продуктов питания, в обслуживании населения, в представлении жилища и так далее. Но мы считаем, что очень важно, чтобы они были связаны и со всеми основными отраслями экономики. А как это можно сделать, чтобы они вышли из малых ниш? Важно, чтобы они стали поставщиками для других бизнесов, других предприятий, неважно, малых или больших. То есть и государственным, чтобы они стали поставщиками для государственных органов, местных органов власти. Я не знаю, как в ваших странах, но, скажем, в Европе и в Северной Америке местные органы управления и национальные правительства являются, может быть, крупнейшими закупщиками товаров, услуг. И здесь возникает вопрос, до какой степени правительство, будучи местным или национальным, когда оно закупает товары для своих нужд или услуг, может ли при этом оно включать и иммигрантов, предпринимателей в число тех, кто может претендовать на поставщиков, на роль поставщиков. И это ведь во многом поможет им стабилизировать свой бизнес. И в этом случае, конечно, обеспечивается и социальная интеграция этих предпринимателей, потому что мы понимаем, что чем сильнее экономически интегрированы иммигранты в ткань общества, тем лучше они интегрированы в его социальную ткань. И поэтому мы считаем, что сама по себе вот этот вот закупочный механизм, он может послужить мощным фактором обеспечения этой интеграции. То есть мы здесь говорим не о том, что будет какое-то привилегированное положение, но мы говорим только о том, чтобы абсолютно все предприниматели, независимо от того, национальные они, или иммигранты, чтобы они имели равные права в том, чтобы соревноваться за государственные или муниципальные контракты. Мы не думаем, чтобы им давали какие-то особые привилегии, просто пусть они будут наравне с другими участвовать в таких тендерах. Но это, конечно, само по себе закупочный механизм очень-очень сложный. И те, кто хотят участвовать в таких закупках, они должны предоставить соответствующие товары, которые должны выдержать конкуренцию. И мы понимаем, что присуждение контракта, оно означает, что эта организация должна и суметь его выполнить. И мы считаем, что абсолютно любой предприниматель должен все-таки иметь равные возможности в том, чтобы участвовать в конкурсных торгах. И мы видим, что нередко в Европе мы видим, что многие иммигранты-предприниматели даже не знают о том, что они могут попытаться продать товары и услуги государственным органам власти или предприятиям муниципальным и прочим. И нередко вот эти закупочные органы тоже не совсем знают, как, собственно говоря, привлечь вот это сообщество иммигрантов-предпринимателей к тому, чтобы оно было в курсе и участвовало в таких конкурсах на то, чтобы предоставлять товары и услуги государственным органам власти, муниципальным организациям. И мы понимаем, что эти процедуры достаточно сложные. И понимаете, здесь что важно. Национальные предприниматели нередко в курсе того, что вот такое, что есть такие конкурсы, что можно участвовать в таких тендерах, а иммигранты даже нередко и не в курсе того, что эта возможность имеется. И поэтому очень важно создать условия, в которых будут равные возможности участия в таких конкурсных торгах. И поэтому мы говорим вот о чем. Что очень важно, чтобы саммит-организации, которые публикуют объявления о закупке товаров и услуг, не забывали о том, что они должны довести эту информацию до иммигрантов и предпринимателей и обеспечить их участие, и, может быть, даже помочь им лучше понять саму процедуру закупочную, с тем, чтобы они могли все-таки поучаствовать в ней. Это очень важно. Потому что для иммигрантов предпринимателей это означает, что именно так они смогут встроиться в местную и национальную экономику той страны, где они функционируют как предприниматели. И то есть, чего мы пытаемся добиться с помощью нашего проекта Дэйли? То есть, мы, во-первых, хотим добиться того, чтобы наращивать возможности иммигрантов и предпринимателей. И мы также понимаем, что мы должны готовить основные организации страны, национальные организации страны, к тому, чтобы они были готовы в том, чтобы включить в себя вот эти предприятия, которыми владеют иммигранты, чтобы они стали поставщиками для нужд национальной и местной экономики. И я считаю, что это можно сделать во многих странах, потому что мы в своем проекте, мы в разных странах и городах увидели, там, где существует уже достаточно долгое сообщество иммигрантов, скажем, в Германии, Нидерландах, в Австрии, они работают над вопросами интеграции иммигрантов очень долгого времени. Но также и в тех странах, где только недавно столкнулись проблемы иммигрантов, мы видим, что и тоже работают по этому направлению, скажем, в Испании, где не так давно началась иммиграция, где-то, ну, практически только лет 10 всего лишь они занимаются вопросами интеграции иммигрантов. И мы видим, что и видим также в нашем проекте участвуют города с более крупным, так сказать, населением иммигрантов, и города, где совсем немного есть иммигрантов. И мы видим, что где предпринимательство само по себе играет огромную роль в экономике. И есть страны, где само по себе предпринимательство не очень играет важную роль в экономике. И очень интересно получился такой микс, некая смесь, которая показывает самый разный опыт. Мы видим разные уроки, и мы стараемся как бы объединить людей, людей с совершенно разным опытом жизненным, учебным, профессиональным, с тем, чтобы они могли научиться друг у друга. И я думаю, что в целом, конечно, вот успех зависит от многих вещей. Прежде всего, надо, чтобы были иммигранты в стране. И надо, чтобы эта группа должна быть достаточно многочисленной иммигрантов, с тем, чтобы действительно там уже появилось предпринимательство, и чтобы оно играло более-менее заметную роль уже в какой-то экономике национальной или местной. И это во многом отношении, во многом определит успех дальнейшей работы. Мы видим и, собственно, опыта, что если вы увидите ценность их вклада в экономику, то вы сможете добиться успеха в этой работе. И я вот вам скажу чуть позже уже о выводах из своего выступления. Но вот ценность всей этой работы вот в чем заключается. Что вклад иммигрантов в национальную экономику, в местную экономику, не только в том, что иммигранты – это рабочие, что это те люди, которые во многом требуют определенных социальных расходов, но ведь есть группы иммигрантов, которые реально носят заметный вклад в национальную экономику и местную экономику. И в этом смысле они очень интересные партнеры для местной экономики. Ведь они же связаны со своей страной происхождения и могут помочь национальному бизнесу, принимающей стране, найти новые рынки в тех странах, откуда приехали иммигранты. То есть это такая интересная ситуация, когда могут и та, и другая страна выиграть в равной степени, и иммигранты, приехавшие в страну, и та страна, что их приняла. И здесь есть существенный ихнический интерес. И здесь есть и большой социальный интерес, потому что люди в этих странах начинают видеть, насколько иммигранты полезны их стране. Они будут лучше их принимать, более гостеприимно их принимать, и скорее будут избавиться от разных предрассудков отношений иммигрантов. И они увидят, что от их присутствия есть реальные плюсы для их местной экономики. Здесь очень важно настроиться на такую работу, решиться на нее, и создать такие неформальные платформы, площадки для консультаций, обсуждений, с причинами разных заинтересованных сторон, с тем, что можно было поработать с такими иммигрантами, с их бизнесами, с целым сообществом, где должны быть и мужчины, и женщины представлены из этого иммигрантского сообщества. Ну, спасибо вам за ваше внимание, и мне было очень приятно поделиться с вами этой презентацией, и я очень рад буду ответить на ваши вопросы, если они, конечно, у вас есть. Будут ли они сегодня или, может быть, позже. Мы можете через Всемирный банк, через Анну, ко мне обращаться с этими вопросами позже. Пожалуйста, спасибо большое еще раз. Спасибо, профессор, вам за выступление. Я думаю, что это было очень такое открытие для многих, я думаю, особенно для тех стран, которые сегодня участвуют в этом обсуждении, потому что ряд стран уже давно принимают мигрантов, скажем, Россия, и требуется интеграции этих мигрантов в страну. А есть другие страны, допустим, как Армения, которые есть специальная программа интеграции возвращающихся мигрантов. То есть, или, скажем, вопросом Молдовы, к сожалению, я боюсь, что Молдова у нас так и не смогла подключиться к нам, но им было бы очень интересно узнать об этом. Может быть, начнем с Армении. Может быть, у Армении есть вопросы в итоге этого выступления. Ереван, пожалуйста, есть у вас вопросы? Ереван. В Узбекистане есть вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли уже успешные практики интеграции предпринимательской деятельности мигрантов в систему предпринимательства или же в государственную экономику какого-либо региона? И за счет каких факторов достигнуты вот эти эффекты? Спасибо. Хорошо, да. Я возьму, допустим, пример Мюнхена. Это очень большой, важный город Германии, Мюнхен. И на самом деле я там был на конференции буквально вчера в Мюнхене, где я встречался с достаточно большим числом эмигрантов, предпринимателей. И их включенность в экономику и их вклад в местную экономику уже признан мэром Мюнхена, с одной стороны, а кроме того, другими экономическими игроками этого города. Они действительно увидели, что иммигранты, предприниматели в городе Мюнхене на самом деле имеют нечто, чего нет у национальных или немецких предпринимателей. Как правило, они гораздо более гибкими и быстрее реагируют на экономические изменения. Они работают, как правило, более тяжелые работы выполняют, и они готовы больше работать. И для местной Мюнхене это очень важно, потому что они входят в некий пул поставщиков, и в этом смысле немецкие предприниматели становятся сами более конкретно способными и начинают с ними конкурировать. И у них есть даже такой специальный приз для наиболее успешных, в принципе, года. И я встречался с двумя женщинами, которые являются победителями в таких конкурсах, и для них это очень большая честь для всех выиграть. Но в одном случае таким победителем был человек, который изначально приехал из Вьетнама и начал службу клининга, то есть уборки. И сегодня работает, сегодня очень успешно. И она смогла привлечь к работе, эта женщина, очень многих других людей, и не только иммигрантов. У нее в штате это работают даже и немцы, и это во многом серьезное достижение. И вот эти примеры такие показывают, они как бы как аргументы в пользу проекта. Но нередко мы видим, что как бы нередко, вот после хороших примеров нет много последователей, а мы считаем, что есть большой потенциал наращивать, как бы количество таких хороших примеров, потому что вы чем лучше будете эти примеры публиковать, тем больше будет тех, кто захочет следовать этому примеру. Я бы не хотел повторяться, да, я уже полчаса говорю, но я все-таки думаю, что очень многое от того, насколько вы поможете иммигрантам стать лучшими предпринимателями, чтобы они сами лучше развивали свои собственные умения и навыки. И что нужно для этого сделать? Если, допустим, вы, да, вьетнамка, которая приехала в Мюнхен, то есть что надо сделать для того, чтобы стать успешным предпринимателем? Скажем, в Мюнхенске агентство помогло этой женщине стать хорошим предпринимателем, то есть который бы уважал законы, и что надо сделать в Германии для того, чтобы как бы защитить собственный бизнес, надо показать хороший бизнес, план. То есть и была прямая поддержка, которую она получила от этого агентства, эта женщина, она смогла найти деньги для начала своего бизнеса, но когда ее бизнес стал уже успешно развиваться, она смогла получить больше финансовой поддержки из банка, а банки смогли это сделать, потому что банкам четко было сказано, что это очень успешный бизнес, это безопасно можно ей давать деньги, то есть ее связали с группой других предпринимателей, которые приехали из разных других стран мира, и они учились друг у друга, как, собственно, готовить бизнес-планы, как, собственно, вести бизнес совместно, и это вот то, как этого они смогли добиться. Я ответила на ваш вопрос? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Узбекистан, is there any more questions? Еще есть вопросы, Узбекистан? Узбекистан, еще есть вопросы у вас? Нет, больше вопросов нет. Thank you very much. Then we go back to Armenia. Тогда переходим к Еревану, потому что, когда Ереван пытался задать вопрос, мы уже прерывали связь с площадкой. Пожалуйста, сейчас у вас есть возможность задать свой вопрос. Спасибо за предоставленную возможность. We cannot differentiate between immigrants or non-immigrants, migrants or non-migrants. I think the same situation is prevalent in other former Soviet republics. So my question is, what kind of specific recommendations you might give us in order to engage migrants into public procurement processes in the countries where public procurement is governed by the civil code? Thank you. Please, of course, I didn't understand, but... Ну так, я попытаюсь уточнить вопрос. Как бы все вопросы, касающиеся занятости между юридическими и физическими лицами, между государством и частными структурами, они регулируются по помощью гражданского кодекса. Гражданский кодекс, он в силу своего названия, он применяется ко всем иммигрантам и не иммигрантам. То есть, например, чтобы компания участвовала в госзакупках, она должна быть зарегистрирована в данном государстве, являться юрлицом данного государства. И с этой точки зрения не имеет большого различия, как бы является учредителем мигрантом или нет. Вот хотелось бы узнать, какие проблемы были выявлены, да, вот на примере Германии или на примере других стран, которые помогают более адресно способствовать привлечению рабочей силы иммигрантов на муниципальном или на госуровне, как на примере госзакупок. Ну что ж, если я правильно понял ваш вопрос, попробую ответить. В тех странах, в которых работаю я, любой предприниматель, независимо от того, кто является собственником, кто является основателем компании, обязан быть зарегистрирован. И обязан соответствовать определенным требованиям, которые прописаны в законах страны, он должен заниматься легальной деятельностью, не имеет права заниматься какими-то мошенническими действиями и так далее. И он должен иметь возможность продемонстрировать все это. Предприниматель должен показать, что его компания должным образом зарегистрирована и отвечает всем этим требованиям. И эти требования действуют в отношении как компаний, созданных иммигрантами, так и компаний, созданными гражданами страны. Однако, когда мы говорим об участии в тендерах, иммигранты и их компании могут не входить вот в те сети или группы компаний, по которым, скажем, идет рассылка о том, что готовится, скажем, тендер на какие-то госзакупки или на госконтракт. Далее, компании, созданные иммигрантами, могут не иметь необходимых знаний, и опыта для участия в таких тендерных процедурах. Иногда требования к участникам тендера формируются так, что практически невозможно для компаний, созданных иммигрантами, принять участие в таком тендере. Например, необходимо доказать, что компания, ее представители никогда не привлекались, скажем, к уголовной ответственности. А для иммигранта достаточно сложно показать это, очень сложно, скажем, истребовать такие документы из страны происхождения, представить их, скажем, в тендерную комиссию. Более того, зачастую, учет в стране происхождения и в стране, где сейчас ведет деятельность, такая компания может различаться, разные формы могут использоваться для представления одних и тех же сведений. То есть, чисто технически, аспекты могут не совпадать, и из-за этого предпринимателей и мигранты не имеют равных возможностей для конкуренции с отечественными компаниями. И вот в рамках нашего проекта мы стараемся исправить эту ситуацию, стараемся обеспечить равные возможности, равные условия для всех. Мы стараемся добиться того, чтобы государство, проводя, скажем, тендеры на право швейных госзакупок раскидывало свою сеть, если угодно, гораздо шире, так, чтобы у всех желающих принять участие в этих тендерах имелась бы такая возможность. Так, чтобы все потенциальные поставщики, все потенциальные подрядчики могли бы участвовать в тендере, когда такой тендер объявляется. Во-вторых, нужно готовить спецификации и требования к участнику тендера таким образом, чтобы все желающие принятелям участия могли этим спецификациям и требованиям удовлетворять. Очень важно, чтобы закупающая организация могла привлекать максимальное количество потенциальных участников тендера. Мы не хотим, чтобы иммигрантские компании получали какое-то привилегие, какое-то преимущество, отнюдь. Мы лишь хотим, чтобы они были достаточно компетентными, достаточно профессиональными и квалифицированными для того, чтобы конкурировать с другими участниками подобных тендеров. Я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо большое, полностью. Есть ли еще вопросы у Армении? Нету Армении, больше вопросов нет, спасибо. Спасибо. Ну что ж, большое спасибо, Беларусь. Anybody in Minsk? Минск, у вас есть вопросы? Спасибо, на данный момент вопросов нет. Большое спасибо. Идем дальше. Астана. Благодарим вас. Кыргызстан. Кыргызстан. Стратегических исследований. И вот хотели задать такой вопрос. Как вы знаете, Кыргызстан и некоторые страны, которые сегодня здесь у нас представлены, видеоконференции, являются не странами приема, а странами-донорами мигрантов. И в этой связи такой простой вопрос. Как вы видите наше участие в этом проекте? Ну, мы пока представляем, что это должно быть на двусторонней основе. Может быть, у вас есть какие-то другие мнения? Спасибо. Интересный вопрос. На самом деле, спасибо, что вы его задали. Попробуем на него ответить. Мы заметили, что в разных городах, где мы ведем свою работу, имеются торговые палаты, представляющие интересы других стран, компании которых работают в этих государствах. Скажем, в Германии есть торговая палата, представляющая интересы стран Балканского полуострова. в целом ряде городов есть вот такие центры. Просто сейчас на вскидку других примеров я вспомнить не могу, но, повторюсь, есть масса стран, которые создают свои торговые представительства или торговые палаты в других государствах, тем самым поддерживая или налаживая торговые связи. Либо ведут работу через посольство или торгпредство. Чувствуют экономические атташе, торговые атташе, которые занимаются этой работой. И они выполняют в основном две функции. Во-первых, они всячески стимулируют деловые обмены и экономическое сотрудничество между странами. А иммигранты могут здесь играть довольно интересную роль. Они могут выступать в качестве посредников при выполнении всех этих функций. Мы видели примеры этому опять-таки из нашей собственной деятельности. Они могут помогать связывать компании из стран происхождения с компаниями в принимающих странах. Скажем, если компании из стран происхождения хотели бы расширять свое присутствие на рынках других стран, устанавливать деловые контакты и так далее. Они могут работать как раз через вот такие землячества, представляющие свою страну в других государствах. в нашей стране мы имеем значительное количество людей живет в стране X или Кантере Допустим, если значительное число граждан вашей страны живет в какой-то другой стране, в стране X или в стране Y, может быть, имеет смысл посмотреть, какие имеются перспективы для развития деловых связей, действуя через ваших сограждан. Может быть, имеет смысл выйти на этих людей, может, имеет смысл вовлечь их в такую работу и посмотреть, как они могли бы помочь вам, вашим компаниям, вашим предпринимателям выйти на рынки этой страны и таким образом выступить в качестве важного связующего звена между экономикой своей родной страны и той страны, где они сейчас находятся. На мой взгляд, вот так вы могли бы поступить. И я видел подобный опыт, видел подобную практику. Мы проводили деловой круглый стол в Бухаресте год тому назад, и в работе круглого стола принимал участие посол Китая в Румынии, поскольку он посчитал, что взаимодействие такое было бы очень полезно для Китая. Кроме того, представитель французских торговых кругов тоже присутствовал на этой встрече. Ну, во-первых, тут еще нужно помнить еще об одном моменте. А кто, собственно, эти мигранты? Действительно ли предприниматели? Если так, то они могут оказаться вам полезно. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо большое. Есть еще пара вопросов. Спасибо за вашу презентацию. Такой отличный пошаговый инструктаж проекта. Но, к сожалению, наверное, тут не были отражены риски, провалы и были в имплементации данного проекта. Принимаю во внимание, что все наши страны это страны постсоветского периода. И тут есть несколько аспектов, которые могут просто провалить данный проект. Первое, это, наверное, все-таки коррупционная составляющая в этом проекте. Второе, это, если принимать во внимание нашу страну Кыргызстан, которая пережила межритнический конфликт в 2010 году, данная имплементация проекта может тоже быть использована деструктивными силами для разжигания межритнических конфликтов, к сожалению. Ну, и также не нужно исключать различные криминалистические группы, которые могут проводить такие особого рода рейды на именно компании, организации иммигрантов. Тоже есть такой риск. Вот поэтому хотелось бы узнать, рассматривали ли вы такие подобные риски и как в таком случае поступить правительством и вот всем заинтересованным группам. И второй вопрос, если я могу его задать сразу. Второй вопрос звучит так. У меня немножечко это от темы. Хотелось бы узнать, вот профессор, в рамках вашей деятельности в организации Migration Policy Group. Проводили ли вы исследования о привлечении именно диаспор в развитие экономики страны и, например, если брать не иммигрантов, а именно выехавших граждан, например, Кыргызстана и как они, уже будучи гражданами другой страны, могут помогать и развивать свою историческую родину. Есть ли такие подобные исследования в вашем центре? Спасибо. Я начну, наверное, отвечать сначала на второй вопрос, потому что на него ответить мне будет проще, а вот первый представляется более сложным. Сначала я попробую разобраться с простым вопросом. Итак, да, действительно, есть масса примеров того, как иммигранты продолжают содействовать развитию своей родной страны. Они осуществляют денежные переводы и также способствуют передаче знаний, опыта и навыков. есть множество примеров такого рода практики. Кстати говоря, вот сразу Армения приходит на ум в качестве одной из стран, которая активно участвует в этом процессе. И вообще нужно сказать, что средства, поступающие в виде денежных переводов, являются очень серьезным подспорьем, очень серьезным потоком средств, поступающим в родную страну. Но также нужно сбрасывать со счетов и те навыки, и те знания, которые иммигранты потом привносят в свои родные страны. И здесь я могу часами говорить об этом, подчеркивая важность этих процессов. Что касается первого вопроса, который вы сформулировали? Коррупция, мошенничество. Ну, да. косвенным образом мы эти проблемы стараемся решать в нашем проекте. Ну, во-первых, не нужно забывать, что мы осуществляем лишь вспомогательную функцию, мы поддерживаем работу, мы не являемся ни правительством, ни властной структурой. наша роль оказывает поддержку, оказывает содействие. Вот в чем заключается наша функция в рамках этого проекта. Конечно, мошеннические действия, коррупция рассматриваются как серьезная проблема. и скажу так, скажем, если взять систему госзакупок, когда государство расходует свои средства, тщательно контролируется. однако, несмотря на жесточайший контроль, ведь государству нужно всегда показывать эффективность в расходовании своих средств, в том числе и при закупке товаров и услуг. Правила, которыми обставлена система госзакупок в Евросоюзе и в международных организациях, эти правила очень жестоки. Они зачастую настолько сложны и жестки, что компании просто даже отказываются от участия в тендерах. Но если все развести это требование каким-то простейшим положением, то в них речь идет о максимальной прозрачности, о максимальной открытости процесса госзакупок. Далее, все спецификации, все требования, которые разрабатываются по службам тендера, должны быть в публичном доступе, должны быть открыты. Более того, даже если какая-то компания не получила контракт, то представители государства должны объяснить почему ваша компания такого контракта не получила. Государство должно представить обоснование этому. Предпринимаются меры, которые призваны устранить любые возможности для того, чтобы отдавать контракты своим людям или возможности для совершения мошеннических действий. в том, единственный способ, которым можно победить эти проблемы, это открытость, максимальная прозрачность. так что в этом смысле мы косвенно пытаемся эту проблему решить. Я не слишком хорошо знаком с ситуацией в вашей стране, и если бы меня попросили представить какие-то рекомендации для вас, я бы сначала задал кучу вопросов, чтобы выяснить, каков состав населения в стране. Вот вы упомянули этнические конфликты, соответственно, я попытался выяснить, какие этнические группы присутствуют в стране, есть ли напряженность между представителями этих групп. То есть все эти вещи нужно в обязательном порядке учитывать, но, повторяю, я не достаточно хорошо знаком с вашей ситуацией. Кстати говоря, мы работаем с Великобританией, а один из районов Лондона участвует в нашем проекте. И вот население Лондона на самом деле очень разнообразно. Там есть выходцы из Африки, из стран Карибского бассейна, из Азии, и так или иначе все эти люди конкурируют друг с другом в сфере своей деловой деятельности, но вместе с тем они живут бок о бок, все они живут в Лондоне и врежды сосуществовать. Поэтому этнические различия отнюдь не всегда приводят к каким-то трениям или насилию, хотя в Лондоне это тоже случается. И в последнее время мы были тому свидетелями. Но, повторяю, мне нужно гораздо лучше ознакомиться с ситуацией в вашей стране, чтобы иметь возможность дать какие-то разумные рекомендации или комментарии. Полагаю, что необходимо иметь дееспособное и эффективное государство, которое обеспечивало бы диктатуру закона, соблюдение нормативных положений и которое действовало бы максимально открыто. Я думаю, это очень важно. Ответ на вопрос был получен? Да, спасибо. В таком случае я хотел бы воспользоваться этой возможностью и развить вопрос, который задали коллеги из Бишкека, то есть как повлекать выходцев из своей страны, которые осели в другой стране, как они могли бы способствовать развитию своей страны. Должен сказать, что 17 апреля у нас пройдет видеоконференция, посвященная как раз этой теме. И я думаю, это будет весьма интересно. А теперь давайте перейдем к следующей стране, Молдова. Вы смогли к нам подсоединиться? Молдова. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Таджикистан, прошу вас. Спасибо, господин профессор, за такое содержательное вступление. У меня такой вопрос. Какая связь между экономической интеграцией и трудовой миграцией прослеживается в политике вашего государства? Спасибо. Sorry, can you repeat it? Because the beginning it went too quick. Какая связь между экономической интеграцией и трудовой миграцией прослеживается в политике вашего государства? миграцией и трудовой миграцией как в вашем стране? экономической миграцией в основном связана с трудовой миграцией, с миграцией квалифицированных, низкоквалифицированных и высококвалифицированных и вовсе неквалифицированных работников. И так называемая деловая миграция вставляет здесь меньшинство. Если посмотреть на состав иммигрантов, которые, скажем, осели у нас в стране, то мы видим, что особенно когда иммигранты остаются в стране на длительное время, они начинают претерматическую деятельность. Но мы прекрасно знаем, что не любой человек может стать предпринимателем. Нужно иметь необходимую предрасположенность к этому, навыки и так далее. Но постепенно со временем можно видеть, что все больше и больше иммигрантов склоняются к тому, чтобы начать предпринимательскую деятельность. Например, недавние исследования, которые были подведены в Индерландах и в Германии, показывают, что больше стартапов создаются именно иммигрантами, а не гражданами соответствующих стран. По крайней мере, для Индерландах это совершенно опленно видно. Я думаю, в Великобритании тоже справедливо. Поэтому могу сказать, что среди иммигрантов действительно есть вот такая тенденция к тому, чтобы становиться предпринимателями, особенно пожив какое-то время в стране. Возникает вопрос, а почему это происходит? С какой стати человек захочет заняться предпринимательской деятельностью? есть немало факторов, которые объясняют это, но хочу остановиться на следующих. Снова и снова мы видим, что когда иммигрант теряет работу, он старается чем-то занять себя. Скажем, потеряв какую-то работу по найму, человек пытается стать самозанятым, пытается открыть собственное дело. Скажем, он может пойти в таксисты, может попытаться стать разносчиком пиццы и так далее. то есть есть определенная связь между занятостью, между наличием работы и формированием новых компаний, новых субъектов малого бизнеса иммигрантами. Но, опять-таки, очень много зависит от характеристик самих людей. Кстати говоря, мы видим, что все чаще и чаще именно женщины-иммигранты создают свою компанию. Кстати говоря, вчера в Мюнхене я выступал и говорил о том, что созданные женщинами малые предприятия оказываются более жизнеспособными, чем те, которые создаются мужчинами. Женщины более успешно создают свое дело. но, повторюсь, есть масса причин, которые диктуют такое поведение иммигрантов. Может быть, люди приезжают из тех стран, где предпринимательство является характеристикой, которая в крови у жителей этой страны, и поэтому они более склонны к такой деятельности. Вот так бы ответил на ваш вопрос. Ответ был получен? Больше вопросов не сезон. Благодарю вас. Спасибо, Душанбе. И мы переходим к Украине. Есть ли вопросы у Киева? Спасибо за познавательный доклад. У нас вопросов нет. Большое спасибо, Киев. Ну, и поскольку мы начали с Узбекистана, наверное, мы уже дали возможность всем площадкам задать свои вопросы и представить свои комментарии. Теперь, наверное, мы попробуем дать возможность нашим коллегам из Москвы дать свои вопросы или высказать свои комментарии. Да, похоже, у них действительно есть вопросы. Добрый день. Спасибо за вашу интересную презентацию. У меня вопрос по поводу барьеров при регистрации своего бизнеса в предпринимателей. Вот, например, в России, ну и в других странах СНГ предприниматели без образования юридического лица, чтобы зарегистрироваться, должны иметь вид на жительство, временный или постоянный. В некоторых случаях они должны иметь какие-то разрешительные документы на усилие предпринимательской деятельности. Вот в этой связи вопрос, а вот в ходе вашего исследования, допустим, странам Европейского Союза, были выявлены такие вот барьеры при регистрации своего бизнеса в этих странах? Спасибо. Ну, честно сказать, я совершенно не знаком с Российской Федерацией и с тем, как осуществляется регистрация компаний, создаваемых иммигрантами в России. По-моему, мы в своей работе охватили Армению, по-моему, не по линии Всемирного банка. Я немножко знаю про Армению, но про Россию я, наверное, сказать ничего не смогу. Однако, насколько мне известна регистрация компаний в Европе, скажем, в нашем регионе выглядит иначе. Есть специальные агентства, специальные структуры, которые занимаются этой регистрацией. В каких-то странах этим занимаются торговые палаты, где, собственно, человек регистрирует свое предприятие. В других странах этим занимаются специальные государственные ведомства и условия для регистрации предусматривают наличие либо паспорта, либо ведомого жительства. Но, честно говоря, не могу сказать, как обстоит дело в других странах, в тех странах, где шел наш проект. в любом случае, человек должен быть легально проживающим на территории страны, и это дает ему право на официальную регистрацию своей компании, своего бизнеса. Мы знаем, я знаю по опыту других стран, я знаю, что человек иногда не получает вида жительства, потому что у него нет работы, а соответственно, он не может получить работу, потому что у него нет разрешения на проживание в стране, человек попадает в такой замкнутый круг. И именно поэтому я неоднократно говорил в ходе своего выступления, что если вы хотите заниматься этими проблемами, то нужно иметь определенную волю и желание их разрешать. Вы должны понимать всю ценность того вклада, который вносит эмигрант в вашу экономику, должны эту ценность признать. А если все-таки требуется, скажем, разрешение на проживание, то тогда это, наверное, вопрос такой. То есть человек может стать экономически активным и при этом не, как говорится, выталкиваться за пределы настоящей экономики, а идти именно в черный сектор, в серый сектор, то тогда надо все-таки пытаться сделать так, чтобы все приняло официальные нормальные формы, не нужно, чтобы было не о чем жалеть. Ну как, я вам помог чем-то в своем ответе? Да, 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 но у нас еще есть вопрос. Первый, я правильно понимаю, что когда вы говорите о мигрантах-предпринимателях, вы имеете в виду не только иностранных граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но и уже граждан этой страны с мигрантским прошлом, мигрантов второго поколения, третьего, вот в вашем определении предпринимателей-мигранты, это именно, какие именно мигранты, о каких именно мигрантах вы говорите? И второй вопрос, вы упоминали о том, что вклад мигрантов-предпринимателей в экономику достаточно значим. Проводился ли в рамках проекта вашего проекта, либо, может быть, вы опирались на какие-то другие оценки экспертные, численные вот какую-нибудь оценку этого вклада, там, в денежном эквиваленте или в проценте от ВВП или в каком-то еще, чтобы можно было понять действительно какую-то количественную оценку этого вклада. Спасибо большое. Спасибо большое. Что касается первого вопроса, то вы, наверное, заметили, что я довольно часто использую слово «люди с иммигрантским прошлым». Это может быть и мигрант первого поколения, а также и дети этого иммигранта. Это могут быть люди, которые жили в какой-то стране лет 20, и так и не стали гражданами этой страны, а также и те, кто пожил, допустим, 7 лет и были приняты в число граждан этой страны. Поэтому мы используем слово «люди с иммигрантским прошлым». И в разных странах это может по-разному пониматься, но в целом этот термин покрывает именно то понятие, которое вы хотите, чтобы оно покрывало. Но что касается открытия бизнеса не гражданами, скажем, я голландец, и хочу открыть бизнес в Армении, что я буду делать в этом случае? Я, наверное, здесь, в посольстве, уже получу или, скажем, в Ереване, или поговорю, скажем, с голландским посольством в Ереване, я уже узнаю, какие есть требования к тому, чтобы не гражданин открыл компанию в стране. но мы не смотрим на это таким образом. Мы все-таки работаем именно с тем населением, которое официально признается в качестве мигрантов, которое законно проживает в стране как мигранты, а во-вторых, мы понимаем, что и дети их могут стать, а могут и не стать гражданами той страны, где живут их родители. И еще один интересный момент, и мы это заметили вот здесь, скажем, вот и в Вене, что и в Гаге и в Вене, что эти города хотят стать такими хабами новых бизнесов, стартапов. Они надеются, что не смогут привлечь из-за границы обычно молодых, талантливых, людей, которые хотят начать собственный малый бизнес и могут вложить собственную компетенцию, свои умения и создать какой-то бизнес-климат в этой стране. И вот взять вот такой город, как Дублин или Вену, они стали друг к другу такими конкурентами, они борются за таких предпринимателей, чтобы они приехали либо в Дублин, либо в Вену, и я вот заметил, что это как бы две страны делают одно и то же. Они предлагают очень интересные условия для того, чтобы начать собственный бизнес в этих городах и с тем, чтобы эти новые люди, что-то совсем новое внесли в местную экономику. что надеюсь, что я не смотрел на ваши вопросы. А второй вопрос по поводу воздействия эмигрантов предпринимателей. в том, что в том, что это что мы предложили. Мы считаем, что города должны сами это делать. Мы этого не делаем. Мы считаем, что прежде всего мы должны как бы доказать аргументированно, что иммигранты в самом деле вносят вклад в вашу местную экономику. И если вы смогли этот вопрос уже поднять как вопрос, то надо их приглашать, надо собирать с них информацию. И, как правило, можно получить такую оценку за счет определенных бизнес-кейсов. То есть вы должны начать смотреть, как они работают в разных сферах, но вы уже исходите из того положения, что важна их работа. И наш проект все-таки направлен на то, чтобы города больше тратили денег и своих ресурсов на то, чтобы эта работа пошла. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Может быть, еще есть вопросы от наших московских коллег? Похоже, нет. И может быть, еще есть вопросы от коллег на других площадках. Может быть, кто-то к нам присоединился за последние несколько минут или включился. Кто нас по видеолинку? Хорошо, тогда, да, я думаю, мы заканчиваем сегодняшнюю сессию. И я бы хотел, конечно, сказать, огромное спасибо профессору Ниссану за очень информативное выступление, а также хотелось бы сказать спасибо всем участникам из разных стран, из различных организаций, Всемирного банка, из женской организации. Также спасибо огромное за переводчикам, нашим техникам, за великолепную работу, которые смогли объединить очень сложную нашу схему связи. Хотелось бы всех вас пригласить на нашу следующую видеоконференцию, которая будет 17 апреля состоится, и также те же площадки будут задействованы. Мы вернемся в наше обычное время, 12 часов дня по Москве. И по-моему там Кишинев и Киев уже поменяли свое время на летнее, или поменяются ближайшие уикенды, как я понимаю, и мы направим вам приглашение с скорректированным временем, и если сегодня больше у вас нет, ничего что может добавиться, к тому, что было сказано тогда. Всем огромное спасибо за внимание, за терпение, и до следующего нашего встречи по видеолинку. Спасибо огромное. от